Всем привет, друзья! Вы на канале Мобильный Мир и сегодня мы с вами разберем 5 дичайших фейлов компании Samsung, которые связаны с их брендом Galaxy. Поехали! Все мы знаем смартфоны Samsung Galaxy и у них есть очень много хороших решений. В частности, компания Samsung производит одни из лучших AMOLED-экранов на рынке, которые устанавливаются даже в самые новые iPhone. Компания Samsung славится хорошими камерами, которые они устанавливают в свои смартфоны, особенно которые имеют ночной режим и все такое. Они умеют дорабатывать софтом и свои камеры, и камеры Sony, то есть в этом плане претензий никаких. А самое главное, компания Samsung сумела раскрутить бренд Galaxy до такого масштаба, что он считается премиальным. Если человек хочет себе престижный смартфон, но при этом не хочет себе iPhone, то с огромной вероятностью он выберет себе Samsung Galaxy S. И конкурентов на этой поприще у Samsung действительно очень мало. Когда-то были HTC, сейчас, наверное, остались Sony, а китайцы до сих пор не могут при всем качестве изготовления собственных смартфонов приблизиться к премиальности Samsung. Но, тем не менее, за историей этой компании я слежу достаточно давно, и есть 5 жутких вещей, которые реально делала и продолжает делать данная компания в некоторых случаях, которые просто уму непостижимы. Давайте с самого первого. Процессоры Samsung Exynos. Компания Samsung очень трепетно относится к собственным процессорам и поставляет их абсолютно на все рынки, кроме китайского и американского. Причина не в том, что, например, Россия – это страна третьего мира, куда можно поставлять любое говно. Нет, совершенно не так, потому что даже на свой родной рынок, Южная Корея, они поставляют смартфоны с процессорами Exynos. Необходимость поставлять смартфоны с процессорами Qualcomm Snapdragon на китайский и американский рынок связана с юридическими аспектами, а никак не с желанием угодить американской, например, аудитории. Компания Samsung реально считает, что их процессоры замечательные. Ну или во всяком случае считала, потому что по последним данным Samsung будет постепенно закрывать производство собственных процессоров и переходить на продукцию Qualcomm целиком и полностью. Но пока что львиная доля смартфонов и планшетов от компании Samsung идут с процессорами Exynos. Плохие они или хорошие тут разбираться на самом деле специалистам. Но я смотрел огромное количество всяких тестов, которые подтверждают один очень грустный факт. Самый мощный процессор Exynos определенного года примерно на 20% слабее самого мощного процессора от компании Qualcomm на это же время. А как мы знаем, прирост процессоров с каждым годом по производительности это примерно 20%. Другими словами, самый мощный навороченный смартфон от компании Samsung будет по производительности примерно как самый мощный смартфон на процессоре от Qualcomm предыдущего года. То есть смартфоны на процессоре Exynos отстают по производительности от флагманов на Qualcomm Snapdragon примерно на год. И это очень серьезно, потому что Samsung стоят дорого. Это дорогие смартфоны. Galaxy S20 стоит примерно 60 тысяч рублей и имеет производительность на уровне вот этого Xiaomi Mi 9, который имеет 855 Snapdragon. Это очень грустно, потому что через 2-3 года вы явно ощутите в какой-то степени недостаток производительности, когда обновится система, когда появятся более технологичные приложения и все такое. Следующий фейл компании Samsung это бюджетные планшеты. Вы знаете, вот есть плохие вещи. Там геноцид, нацизм, расизм, обратный расизм, преклонение коленей перед темнокожими людьми, когда ты ничего им плохого не сделал. Вот есть очень много плохих вещей, но есть еще бюджетные планшеты от Samsung. То есть вот это самое худшее, что можно, наверное, представить. Во-первых, они тормозят с самого начала. Вы когда-нибудь пытались подойти в каком-нибудь магазине к витрине Samsung и потыкать планшет, который стоит дешевле 40 тысяч рублей? Я вам скажу, что это на самом деле испытание для самых сильных людей, которые, знаете, не боятся змей и вот этого всего такого, потому что они откровенно лагают. Вы можете сказать, что это как-то связано с перегревом, потому что эти планшеты на постоянной основе находятся на этих стендах, и поэтому они троттлят. Но у меня был в пользовании бюджетный планшет от Samsung. Это больно, потому что все постоянно вылетает. Обновление не приходит от слова совсем. Если вы покупаете бюджетный планшет от Samsung, и на нем стоит какая-то определенная операционная система, там Android 10, будьте готовы к тому, что это его последняя операционная система, и никогда в жизни вы не получите обновление на него. Ну и плюс ко всему, с точки зрения дизайна, дешевые планшеты от Samsung это плохо. Ну то есть прям плохо. Такое чувство, будто они специально берут свой дорогой, хороший планшет, который редко выходит из-за непопулярности, в принципе, планшетов на Android во всем мире, но они берут свой самый красивый, самый технологичный, классный планшет и уродуют его, чтобы, ну как бы, люди и дорогой, чтобы тоже покупали, а вот чтобы нищеброды брали дешевый, и они так смотрели на него. Ну это параша, да? Ну это параша стоит 20 тысяч рублей. Ну и ладно, как-то так. В общем, как мне кажется, дешевые планшеты от Samsung это кошмар, и это фейл. Действительно фейл. Очень многие производители умеют делать симпатичные и при этом не самые отвратительные по производительности оптимизации Android планшеты. Например, Lenovo может сделать планшет за 20 тысяч рублей, от которого тебе не стошнит, когда ты возьмешь его в руку. Huawei умеет делать планшеты с приставкой Lite, которые тоже стоят дешево, не особо производительные, но при этом от них не тошнит. И, естественно, Xiaomi со своими Mi Pad'ами выглядит очень прилично и не вызывают рвотных позывов. Та же самая компания Apple со своими самыми бюджетными iPad'ами, там 2018-19 года, которые стоят меньше 25 тысяч рублей, ими вполне комфортно пользоваться. Они нормальные, пускай и с плохими экранами, но они производительные, они металлические, они нормально выглядят, их не стыдно достать. Samsung это кошмар. Идем дальше. Избыток функции Galaxy S3. Вы знаете, в свое время началась гонка айфонов и самсунгов, и в то время, наверное, все остальные смартфоны особо не котировались и считались такими девайсами для гиков. Например, про HTC мало кто знал, хотя люди, которые разбирались в технологиях, которые интересовались всей этой темой, я среди таких был, они знали про HTC Sensation, они знали про Sony Ericsson еще в тот момент, Xperia самые первые, а вот все остальные, как бы, они знали, что есть вот iPhone, да, и есть вот Samsung Galaxy S, потом Galaxy S2 появился, и потом появился Galaxy S3. Один из самых успешных аппаратов Samsung, причем для меня это удивительно, потому что дизайн Galaxy S2, на мой субъективный взгляд, был гораздо интереснее. Galaxy S3 был похож на мыльницу, и мне не понравился, именно поэтому я тогда его себе не купил. Но компания Samsung шагнула просто куда-то в небеса, помимо того, что они сделали один из первых крутых HD-экранов на 4,8 дюйма, помимо того, что там была очень приличная камера, они сделали еще такое количество ненужных и бесполезных функций, которые грузили систему, что этому оправдание найти просто невозможно. Например, была функция слежения за глазами человека во время чтения. Любой человек понимает, что пальцем перелеснуть страницу для того, чтобы прочитать новый твит, например, это будет гораздо быстрее и проще, чем ждать, пока телефон поймет, что ты дочитал страницу, и чтобы вот с помощью глаз твоих вот эту страницу постепенно листать вниз. Это глупо. И я думаю, что в Samsung работают не идиоты, просто у них такой подход. Они постоянно давят на технологичность, то есть каждое их новое устройство, это бум технологии. Невероятные камеры, это невероятная скорость оперативной памяти, это самый лучший экран на рынке, это самые лучшие софтовые решения. Но бывает такое, и очень часто у компании Samsung, что вот это вот самое-самое лучшее, это всего лишь маркетинг, который неприменим в реальной жизни. Именно поэтому Samsung частенько ругают за то, что они вроде как делают вау-вау-вау, все супер, все самое крутое, но на деле этим никто вообще не пользуется. Но Galaxy S3 это было нечто, когда я впервые увидел эту технологию слежения за глазами, я подумал, блин, ну вы совсем что ли, ну а что дальше? Телефон начнет тебе петь колыбельную, если поймет по твоим движениям на кровати, что у тебя бессонница, это странно. Последние два фейла связаны с одним и тем же смартфоном, который называется Galaxy S5. Когда этот телефон вышел, я смотрел презентацию данного смартфона, и мне на самом деле стало буквально физически больно от того, что они сделали. Фейл под номером 4, я называю сканер отпечатка пальца, который устанавливался в Galaxy S5. Объясню в чем дело. За несколько месяцев до выхода Galaxy S5 компания Apple показала iPhone 5s, у которого была киллер фича, которая до сих пор используется во всех практически смартфонах, кроме iPhone, кстати. Сканер отпечатка пальца. И компания Apple сделала то, что делает всегда. Берет технологию, которая уже существует, и делает так, чтобы ей было удобно пользоваться. Ни для кого это не секрет. Именно поэтому они имеют такое количество фанатов. Все, что у них есть, практически оно все, просто удобно работает. Компания Samsung увидела iPhone 5s и такая, блин, а нам бы такое же сделать было бы неплохо. Но дело в том, что классные технологии не разрабатываются за 2-3 месяца или даже за полгода. Для этого требуется идея, в первую очередь, время на реализацию и доступные технологии. Компания Samsung лучше бы не ставила сканер отпечатка пальцев в смартфон Galaxy S5, потому что они сделали самый убогий сканер отпечатка пальцев за всю историю Android смартфонов. Они поставили тот же сканер отпечатка пальцев, который многие видели в коммуникаторах начала 2000-х. Это когда тебе надо проводить по сканеру, не прикладывать, а именно проводить. Естественно, не было у компании Samsung времени для разработки вот такого же классного сканера, как было в iPhone 5s. И они сделали то, что делать было не надо. Уродский, никому не нужный и отвратительный, от которого все плевались, сканер отпечатка пальцев. И пятый фейл, который также связан со смартфоном Galaxy S5, это его дизайн. Ребят, вот есть отвратительные некрасивые смартфоны. Они есть, например, HTC Evo 3D когда-то был. Очень, очень стрёмный смартфон. LG G4 мне не очень нравится. Но вот Galaxy S5 это апогей отсутствия дизайнерской мысли. Мне кажется, если бы Артемий Лебедев рисовал Galaxy S5, он всё равно бы сделал лучше. Задняя крышка пупырчатая в премиальном смартфоне. Пупырчатая пластиковая задняя крышка. И цвета там были совершенно отвратительные. Я не понимаю, кто это покупал, кому это нравилось. Потому что вот это было очень похоже на вот это. То есть на внутреннюю сторону крыши ВАЗ-2106. И знаете, что ещё самое интересное? Они решили в Galaxy S5 добавить влагозащиту. То, чего не было в Самсунгах до этого наверное не разу. Но они решили не мудрствовать, лукаво и просто поставить отвратные заглушки. Компания, которая говорит о том, что она развивает технологии во все стороны, поставила в свой самый мощный и самый флагманский на тот момент смартфон отвратный дизайн, ужасный сканер отпечатка пальца и заглушки которые мы видели ещё в Sony Xperia несколько лет тому назад. В общем Galaxy S5 это совокупный фейл из фейлов. Это самый плохой смартфон компании Samsung, который профейлился аж на двух моментах, от которых кринжует до сих пор. На этом у меня всё. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если вы хотите увидеть от меня какие-нибудь разборы фейлов от других компаний, все компании косячат и делают абсолютно стрёмные вещи, то тогда обязательно пишите об этом в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А мы с вами увидимся очень скоро. Пока-пока, друзья!